Здравствуйте! В эфире телеканал ЛРТ. Подводим итоги 2022 года. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о некоторых событиях. Вступаю в должность главы городского округа Люберцы. Клянусь, уважаюсь защищать права и свободы человека, гражданина. Владимир Волков избран главой городского округа Люберцы. Я даю себе отчет, что власти есть за что критиковать, но в то же время есть возможность избрать, выбрать тех, кто будет отставить интересы жителей. Владимир Ружицкий избран депутатом второго созыва. Я думаю, без врачей я бы не смогла с этим справиться. Профессионалы своего дела. Спасибо им большое. В Московском областном центре охраны материнства и детства родился настоящий богатырь. Мы начинаем программу «Зима в Подмосковье» и здесь, в Люберце. Звезды ледникового периода вновь выступили в Наташинском парке. А теперь подробнее об этих и других новостях. 14 октября состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Люберцы. Согласно решению Совета депутатов, на пост главы муниципалитета избран Владимир Волков. После выноса флагов Российской Федерации Московской области и городского округа Люберцы под аплодисменты зала на сцену поднялся избранный глава. Вступая в должность, Владимир Волков принес присягу. Вступая в должность главы городского округа Люберцы, клянусь уважать, защищать права и свободы человека, гражданина, соблюдать институцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, законы Московской области, устав Московской области, устав городского округа Люберцы. После присяги Владимир Волков выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей будущей работы в должности главы округа, а также добавил, что главный принцип, которым будет руководствоваться – власть для людей, а не люди для власти. Поздравляю вас с этим событием. Мы вам будем во всем помогать. Я со своим позицией, мои коллеги. Безусловно, мы сделаем все то, чтобы Люберцы при вашем участии, деятельном участии, сохранил ту самую изюминку, ту самую лидерскую позицию на территории Московской области. Нам нужна стойкость, выдержка. Нам нужно, чтобы мы берегли своих людей, чтобы наши предприятия работали, чтобы наши образовательные учреждения, здравоохранение, культура, спорта не позволили оброчить детство наших детей, не позволили потерять хотя бы одного человека, если мы не смогли бы системно ему помочь. Поздравили избранного главу городского округа Люберцы – коллеги. Я с ним работал еще в качестве депутата и в районном совете, в городском совете. Он был главой Краскова. Я видел, когда он был главой Краскова, как Краскова начала расцветать. Быть и главой Переслава Залесского, и мяром Ярославля. И сегодня, с учетом того, что это наш коренной житель, с учетом вот этого громадного накопленного опыта, человек возвращается в свой родной город. Владимиру Михайловичу я хочу пожелать, чтобы он берег себя, потому что он отдается на 100%, а может быть на 150%. У него всегда было стремление добиваться поставленных задач, не жалеть себя, делать все для того, чтобы жители чувствовали его поддержку и его силы. Внутренние силы для того, чтобы слышать людей, находить возможности их решения. Он человек энергичный. Мы с ним и раньше контактировали, и решали многие вопросы на территории. Желаю ему терпения, конечно же, здоровья, и чтобы все его помыслы и силы были направлены на то, чтобы наш родной, любимый город Люберцы развивался, с каждым днем становился краше, лучше, жизнь становилась комфортней, был мир и порядок на наших с вами улицах. Владимир Волков избран на должность главы округа сроком на 5 лет. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Жители Люберец выбирали депутатов городского округа второго созыва. В новый состав вошли 32 парламентария. На одном из участков, где голосовал Владимир Ружицкий, побывала наш корреспондент Мария Антонова. На участке 1550 тоже многолюдно. В числе первых на участок приехал проголосовать Владимир Ружицкий. Я даю себе отчет, что власти есть за что критиковать, но в то же время есть возможность избрать, выбрать, те, кто будет отставить интересы жителей. Поэтому сегодня есть возможность нашим жителям отдать свое предпочтение тем, кого они считают, что эти люди справятся с теми вопросами, которые касаются местного уровня. На каждом избирательном участке организована система наблюдения. Дежурят сотрудники правоохранительных органов и наблюдатели. Кто-то из них в такой роли впервые. У меня, можно сказать, сегодня дебют. Я первый раз выступаю наблюдателем. Я не так давно переехала жить сюда, в Малаховку, поэтому мне очень интересно. Мне не все равно, что происходит у нас в поселке. До 11.30 на участке 1550 уже проголосовало 17 избирателей, из которых 11 досрочно. Основной наплыв граждан ожидали после обеда. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса выдают бюллетени, установлены в законном порядке. И процесс голосования на данный момент идет без жалоб со стороны наблюдателей. Всего в выборах в Совет депутатов округа участвовало 111 кандидатов. Мария Антонова, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Более 20 лет Международная корпорация «Асептика» производит санитарно-гигиенические средства, косметику для ухода за лежачими больными и медицинские расходные материалы. С первого дня спецоперации на Украине компания оказывает гуманитарную помощь российским военнослужащим и жителям Донбасса. Это единственная в Московской области компания по производству спиртовых салфеток, кровоостанавливающих сорбентов и косметики для ухода за лежачими больными. Продукцию заказывают больницы, поликлиники и реабилитационные центры. Теперь ее поставляют и как гуманитарную помощь на Донбасс. Наибольшим спросом пользуется спиртовая салфетка. Чем она хороша, она у нас идет практически на все случаи жизни. Потому что имеет достаточно большую площадь поверхности. И ее можно применять как и для обработки рук, так и для обработки оптики, техники. Можно протереть стол, можно обработать рану в полевых условиях. Когда началась спецоперация на Украине, Ольга Пелихатая сразу приняла решение. Людям нужно помогать. Сегодня на предприятии сформирован очередной гуманитарный груз, который отправят по месту назначения. Санитарно-гигиеническую продукцию мы поставляем как для беженцев и взрослых, и детей. Участникам военной операции мы либо непосредственно в воинские части, либо приезжают к нам ребята и мы передаем. Вот этот груз, он поедет уже непосредственно на фронт для ребят. Сегодня на предприятии разрабатывают новые средства для лечения ран. Заказы на продукцию уже поступают. Для реализации задуманных планов, ресурсов и оборудования хватает. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В клубе активное долголетие проходят занятия по вязанию. Жительницы городского округа не только учатся этому мастерству, но и активно участвуют в благотворительных проектах. Изделия, созданные своими руками, члены клуба передают больным детям, а также военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Какие еще подарки они передают защитникам Донбасса, расскажет наш корреспондент. Ждем вашего возвращения с любовью к вам, ваши родные души. Город Люберцы, Сидорова Мария, Московская область. Письмо солдату Мария Сидорова бережно складывает в треугольник. Послание на фронт жительница Люберец прячет вот в этих связанных ею носках. Теплый душевный презент скоро отправят тем, кто сейчас вдали от дома. Защищает отечество на передовой. Так как я мама троих детей, сыновей, именно сыновей и одного сына, один сын перешел в иной мир, поэтому у меня сердце разрывается. Будем за них молиться, чтобы они пришли и вернулись домой. И чтобы в мире нашем был мир, любовь, покой, спокойствие и радость. Заниматься благими делами участницам клуба «Активное долголетие» не впервой. С сентября прошлого года они вяжут пледы и шапочки для недоношенных младенцев и для детей, страдающих онкологией. География добрых посылок расширилась. Теперь такие подарки получают и малыши Донбасса. Мы вяжем это с добрым сердцем, с душой, теплыми руками, потому что мы все бабушки. Идея вязать вещи для защитников и детей Донбасса принадлежит Люберецкому отделению Союза женщин России. Проект поддержала фабрика «Пихорский текстиль». Безвозмездно предоставляет пряжу. Мы между собой всегда там говорим, что в союзе женщин сила и пихорка, которая нас связала. Потому что очень много проектов, которые реализуются. И мы благодарны нашим долголетам, которые это активно в этом принимают. Ветеран Великой Отечественной войны Александра Петровна Клёнова занимается рукоделием всю жизнь. До военной спецоперации на Украине создавала коврики для бездомных животных. Сейчас вяжет носки для фронта. Жалко солдатиков. Воюют там они за нас. А вязать я люблю. Пока вот есть у меня зрение, здоровье. С начала спецоперации жительницы городского округа Люберцы связали более 400 парносков и тысячи детских комплектов. Делать добрые дела никогда не поздно. В Люберцах живет семья, которая взяла под опеку девятерых детей из Донбасса. Большую и дружную семью навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ребят, всем привет. Здравствуйте. О большой семье Татьяны и Дмитрия Шемякины мечтали всегда. Они оба воспитывались в многодетных семьях. Имея своих маленьких двойняшек, прошли подготовку в школе приемных родителей. И органы опеки предложили им взять сразу девятерых братьев и сестер из Донецкой области. Шемякины согласились не раздумывая. Очень хочется, чтобы дети все свои самые смелые мечты реализовывали. Видно, как вы к ним относитесь. Я, конечно, поражал этим интересным случаем про вашего племянника, который два года назад нарисовал семью вашу из 11 плюс 2. Жилые родители и 11 детей. Младшему ребенку 3 года, старшему 15. С первых дней все называют Дмитрия папой, Татьяну мамой. Девочки очень дружные. Они очень мне помогают и с малышами погулять, и переодеть, кого-то заплести, и посуду помыть, и стол накрыть. Мальчики территорию убирают, с папой ходят. Мы уже распределили обязанности такие вот семейные, кто за что отвечает. Красивый дом, очень много места. Есть где поиграть. Мне нравится, когда сосиски нам жарят. Мы едим, да, кабасу. Потом нам гречневую кашу. Малышам всегда делают кашу или манну, или гречневую они кушают. Всегда, когда вот видите, нам они фрукты кушают, когда проголодают. Пока малыши спят после обеда, старший во дворе выполняет трюки на самокатах и рассекает по дорожкам на велосипедах. Испытывают подарки от губернатора. У нас слушаются дети. У нас нет такого, да. Да, вот мы на улице, как бы все стоим на ушах, а дома у нас мы заходим, как бы разуваемся у порога, да. Все моем ручки, как положено. Садимся, мы кушаем обязательно все за одним столом. В семье, наверное, самое главное у нас – это дружба, забота друг о друге, дети, любовь, гармония. Что может быть лучше? Вот этого всего. Администрация округа помогла с зачислением в детские сады, школы и с прикреплением к поликлинике. Планов у ребят много. Девочки будут заниматься танцами, гимнастикой и плаванием, а мальчишки – боксом, футболом и каратэ. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе прошла благотворительная акция, направленная на поддержку российских военнослужащих. В учреждениях образования работали пункты сбора гуманитарной помощи. Наша съемочная группа посетила некоторые из них. Коробки с гуманитарной помощью в кадетской школе в этом году собирают уже не в первый раз. С начала спецоперации на Украине общеобразовательное учреждение подключалось ко всем благотворительным акциям. И сейчас, когда бросили кричь об очередном сборе для российских военнослужащих, ученики, их родители и сотрудники школы не остались в стороне. Мы хотим показать, что мы вместе с ними, хотим помочь им, как только сможем. Просто главная удача, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Люди, которые сейчас там находятся, защищают нас, дают нам возможность ходить в школу, в принципе, усыпаться. Я принесла теплые вещи, теплые носки, очень много еды и пару коробок чая. В кадетской школе учатся семь детей, чьи папы отправились в зону специальной военной операции. Семьями мобилизованных руководство школы постоянно на связи. Просматривая списки, увидела двух выпускников нашей школы. Тоже связалась, позвонила, с мамой с одной поговорила. Причем это ученик, который моего класса, когда я была классный руководитель. И знаете, сразу наполняют такие чувства и гордости, и переживания. Очень хочется, чтобы быстрее все закончилось и все вернулись. Еще один пункт сбора гуманитарной помощи в 44-й гимназии. Здесь посылки для военнослужащих от воспитанников не только этого учреждения, но и детских садов. Продукты, средства личной гигиены и медикаменты приносят дети, их родители, бабушки и дедушки. Сам я вообще военнослужащий запаса. В свое время служил в военно-воздушных силах России, сейчас в КС. Поэтому я не понаслышке, как говорится, понимаю, что такое будни военных людей. Вообще у нас одна страна, один народ. Поэтому в какие-то трудные минуты мы должны сплачиваться и оказывать взаимодействие друг к другу, независимо от своих должностей, званий. Наши ребята-волонтеры встречают тех, кто приносит гумпомощь, провожают их сюда и раскладывают, сортируют. Список также вывешен на двери входной группы. И, соответственно, люди приносят и знают, куда идти. Немало важна для российских солдат моральная поддержка. В каждой коробке с гуманитарной помощью детские рисунки, письма и подделки. Мы всем классом писали письмо солдату. Я нарисовала солдата и написала поручку по желанию, чтобы они берегли себя и вернулись домой к семьям. Не осталась в стороне и 11-я школа, которая носит имя Героя Советского Союза Евгения Ивановича Ларюшина. Этот пункт гуманитарной помощи посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Мы призывали всех и просим откликнуться на такую акцию. Помощь нашим солдатам – это наш долг. Поэтому в тех районах, куда удобно, где проживают жители, организованы такие пункты сбора. Всего на базе школ городского округа с 1 ноября было открыто 24 пункта гуманитарной помощи. Акция продлилась 9 дней. За это время в учреждениях образования собрали около 10 тонн груза, который сегодня так необходим тем, кто на передовой защищает Отечество. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Подмосковье состоялся автопробег в поддержку спецоперации по защите Донбасса. К патриотической акции присоединился и городской округ Люберцы. Перед стартом наша съемочная группа успела пообщаться с участниками. Мы поддерживаем всех тех, кто сейчас на самом деле освобождает простых мирных людей. Мы за ними двумя руками, ногами, мысленной, душой всей телом там. Варвара Бочарова – коренная люберчанка. С начала спецоперации на Украине девушка внимательно следит за событиями. Оставаться в стороне от происходящего не может. Она участвует в автопробеге. Своих не бросаем. Это мало, что мы можем сделать. Других людей призвать, обратить внимание на то, что действительно очень важно в наше время. Каждый участник патриотической акции наносит на свои автомобили символику «Зет». Этой буквой отмечена российская техника, которая участвует в спецоперации по защите Донбасса. Наша общественная организация поддерживает сегодняшнюю акцию. В связи с тем, что мы не можем оставаться в стране, мы за мир. Поэтому мы сегодня здесь. Бокс всех объединяет. Поддержку российским войскам участники автопробега выразили флэшмобом. Перед стартом они выстроили из машин композицию в форме буквы «Зет». Я хочу выразить свое согласие с тем, что сейчас происходит. И мы, как люди русские, не можем находиться в стороне. Мы поддерживаем курс нашего государства. Финиш патриотического заезда – городской округ Красногорск. Там встретятся все подмосковные участники автопробега. Их более одной тысячи. От Люберец отправилась одна из самых больших колонн автомобилей. К акции присоединились около 200 жителей округа. Луиса Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялась эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Ветераны, волонтеры, представители общественных организаций и трудовых коллективов высадили во дворах и скверах саженцы деревьев и кустарников. Одной из точек проведения акции стал Центральный парк культуры и отдыха. Мои коллеги наблюдали за всем происходящим. Три, два, один, путь! Десятая юбилейная акция «Лес Победы» стартовала под всплеск главного фонтана округа. В Люберцах запустили все декоративные водные сооружения. Весенний-летний сезон официально объявлен открытым. Для нас это ознаменует новый сезон работы наших парков, которых у нас достаточно много и которые открываются у нас постоянно. Но главным событием этого дня стала высадка молодых саженцев. Каждое дерево символизирует память о людях, подаривших мирное небо. Важно помнить своих предков и что они сделали для нашей страны. Они пожертвовали очень много своей жизнью, чтобы мы жили сейчас в такое мирное время. Для меня большая честь сейчас в этой акции. Мы сажаем дерево для того, чтобы вспоминать наших прадедушек, прабабушек. В каждой семье есть история и люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И для каждого это особый день. Для меня тоже. В патриотической акции присоединился ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 1945 года Иван Пшеничкин. Лес Победы, фронтовик сажает каждый год. Дерево сажать – это мы жизнь продолжаем. Для нашего будущего это моя победа, это победа наша. Поэтому я пожелаю вам всем, молодому поколению, не ощущать того, что мы ощутили в свое время. Нина Григоренко сажает дерево в составе общественной организации «Дети войны память». И с нетерпением ждет самого главного для нее праздника – Дня Победы. Это такой самый лучший праздник в году. Мы его так чтим, мы всегда его упоминаем. Это ж наши деды воевали, погибли. Это самый дорогой и лучший праздник. Несмотря на то, что во многих странах сейчас даже вспомнить своих отцов и дедов – уже подвиг. В России состоится акция «Бессмертный полк». Ей тоже, как и Лесу Победы, в этом году исполняется 10 лет. После двух лет ковидных ограничений 9 мая плечом к плечу пройдут те, кто победил в Великой Отечественной. И те, кто их помнит, те, кто гордится. Луиза Егия-Зарян, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В День Победы прошло шествие «Бессмертного полка». Патриотическая акция, которая проходит в Люберцах с 2015 года, после двухлетнего пандемийного перерыва, вернулась к привычному формату. С портретами героев, победивших в Великой Отечественной войне, по улицам округа прошли тысячи люберчан. «Бессмертного полка» стартовало с улицы Героя Советского Союза Николая Власова и пройдет до главной площади города. Здесь собрались люди разных национальностей, разных возрастов и профессий. Но объединяет их одно – они все наследники Великой Победы. «Это мой дедушка Агатейн Борис. Прошел всю войну, да. Очень много наград у него. Поэтому мы гордимся им, помним, гордимся всем. И желаем всем ветеранам здоровья крепкого очень». 5700 лоскутков с именами и фамилиями героя Великой Отечественной войны. Уже по сложившейся традиции акцию «Бессмертный полк» возглавляет вот это знамя Победы. 9 мая 2017 года его длина была всего лишь 25 метров. За 5 лет знамя Победы выросло в 5 раз. Сейчас длина алого полотна – 127 метров. Его деда Алексеев Петр Михайлович летал на Пе-2. Более ста боевых вылетов. Два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды. «Мои прадеды, получается, Полицковой Григорий, он дошел до Берлина. Ну, к счастью, остался живой. Конечно, Чепилов Антон, он рано, можно сказать, вернулся с войны. У него ампутировали пальцы ног и мобилизовали домой, в общем. А вот сидельник Федор Яковлевич, тоже мой прадед, он, к сожалению, пропал в безвести. Так мы о нем ничего и не знаем». «Нет в России семьи такой, чтобы не памятен был свой герой», – говорится в известной песне из кинофильма «Офицеры». Сегодня, в День Победы, несмотря на такую погоду, на снег, дождь, глядя на то, сколько людей пришло на акцию «Бессмертный полк», лишний раз убеждаешься в правдивости этих слов. Война не обошла стороной ни одной семью. «Он воевал в 45-м, с 41-го года под Одессой начал войну. Потом в 42-м на Кавказе они расстреляли все патроны, их танки взяли в плен. Он был в плену два с половиной года, был в Дахау. Потом перевели в другой хостлагерь, выжил. Вот, закончил войну под Кёнигсбергом, мой дедушка. Спасибо большое, спасибо, что пришли и рассказали нам о своем герое». «Вот моя мамочка, она учащается в двух войне, война с Японией, война с… попала сразу на Курскую дугу. Мой папа, да, он зачищал Мариуполь и Волноваху». В этом году к акции «Бессмертный полк» присоединились 88 стран. В Люберцах шествие проходит с 2015 года. За это время многое меняется, но неизменно одно – память о наших героях. «Скажите вас, на чьей партнете вы несете?» «Дедушке своего». «Где он воевал, расскажите?» «От Сталинграда до Берлина. Дошел». «Поздравляем всех с Днем Победы! Мир, ну а небо над головой! Всего самого хорошего!» Городской округ Люберцы пристрелился к международной акции «Сад памяти». Цель проекта – высадить более 27 миллионов деревьев по всей России и в странах ближнего зарубежья. Количество саженцев равняется числу погибших в годы Великой Отечественной войны. На патриотическом мероприятии работали мои коллеги. В этом году локацией для проведения акции «Сад памяти» стала лингвистическая школа. Во дворе нового учреждения подготовили места для посадки 30 саженцев сирени. Декоративные кустарники не только будут радовать своим душистым ароматом, но и станут символами жизни и памяти. Они будут нам говорить о том, что за наше Отечество было отдано 27 миллионов жизней. Я сегодня хотел бы искренне пожелать, чтобы мы светлую память о наших героях хранили в сердцах. И я искренне желаю, чтобы подобное никогда не повторялось. Это самая главная задача. Хорошую традицию мы с вами сегодня создаем. И пусть эти деревья станут вечным напоминанием о подвигах героев нашей страны. Акция «Сад памяти» зародилась в 2020 году. Ее инициаторы – Фонд памяти полководцев «Победа» и Всероссийское движение «Волонтеры Победы». Идею высаживать каждую весну 27 миллионов деревьев поддержали страны бывшего Советского Союза. И вот уже третий год патриотический проект объединяет несколько народов. В этом году у нас уже более 30 стран. Самая активная – это Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан. И в том числе страны дальнего зарубежья приходят и высаживают свои памятники, организуют их сами. Либо же мы помогаем с деревьями и с местами. Пусть это дерево вросли вместе с нами. К акции «Сад памяти» присоединились люберецкие школьники. Среди них воспитанница лингвистической школы десятиклассница Альмира Сотикова. Это дерево я сажаю в честь своего прадеда Чурагина Василия Степановича. Хочу, чтобы это дерево росло так же, как и процветает память о нем. Деревья и кустарники на территории школы высадили не только в честь героев Великой Отечественной. Актер Владимир Стеклов неоднократно выступал перед российскими военнослужащими на Донбассе. 9 мая он был в Мариуполе, где встречался с бойцами батальона «Спарта». И сегодня народный артист сажает сирень в память о Владимире Жоге. Он не просто погиб, а он спасая, они увезли гуманитарку в Новахо. И он предотвратил танковую атаку и был убит снайпером. Я думаю, что он среди героев Донбасса стал первым героем России. И не случайно именно 9 мая в Москве президент Владимир Владимирович Путин вручил звезду героя его отцу Артему Жоге, который сейчас возглавляет батальон «Спарты». В этом году международная акция стартовала 18 марта. На территории Подмосковья за это время высадили более 320 тысяч деревьев и кустарников. Сад памяти 2022 завершится на Поклонной горе 22 июня, в День памяти и скорби. Акция граффити Победы прошагала по стране. В России становится все больше городов, где появляются изображения, призванные сохранить память о подвиге фронтовиков. Рисунки, сделанные руками юноармейцев, не только напоминают о бойцах, которые изгнали немецко-фашистских захватчиков, но и объединяют поколения. К всероссийской акции присоединились и люберцы. Как закрашивать? Силенно сжимать нас. Напротив Дома офицеров в бывшем военном авиагородке нарисовали портрет дважды Героя Советского Союза Павла Кутахова. Рядом с главным маршалом авиации изображен люберецкий юноармеец. К военно-патриотическому движению «Юноармия» Андрей Бурдаков присоединился два года назад. Во время пандемии подключился к волонтерской деятельности. В «Юноармии» общественную работу девятиклассника оценили. Я не знал, что я буду рядом с Павелом Степановичем, но я горжусь, что я рядом с ним изображен. Это очень интересная личность, с которой можно брать пример и нужно брать пример, потому что он сделал огромный вклад в военную авиацию. У него есть и будет много воспитанников, которые пошли по его стопам, которые хотят быть похожи на него. На маршала Кутахова стараются равняться кадеты, курсанты летных училищ, выпускники высших военных учебных заведений, пилоты. О чем можно говорить, если человек провел 367 вылетов, 79 боев, из которых лично сбил 14 самолетов, 28 самолетов сбил в группе и сам лично освоил 30 самолетов. Гвардия подполковника ВВС в отставке Ивана Враменко прослужил в военно-воздушных силах 42 года. Из них большую часть проработал в научно-исследовательском институте эксплуатации и ремонта авиационной техники в Люберцах. В 70-е и 80-е годы с рабочим визитом сюда часто приезжал главный маршал авиации. Будучи дежурным по институту, я трижды его встречал, докладывал ему о состоянии, как говорится, по воинскому докладу. Павел Степанович Кутахов построил практически большинство здесь вот жилых домов. По его решению совместно с председателем Совета депутатов города Люберцы построили школу, потому что разрастался наш институт. И сейчас она имя носит Павел Степанович Кутахов. Акцию «Граффити Победы» проводят по инициативе главного штаба юнормии в рамках реализации проекта «Дороги памяти». К ней уже присоединились Волгоград, Казань, Самара, Владивосток, Новосибирск и еще десятки российских городов. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах приступили к строительству путепровода между улицами Красной и Смирновской. Его протяженность составит 473 метра. Работы проводятся в рамках первого этапа реконструкции главной транспортной артерии округа Октябрьского проспекта. Подробности в материале моих коллег. Первые шаги возведения путепровода строители приступили к устройству свайпа, допоры искусственного сооружения. Будущий объект дорожной инфраструктуры будет опираться на 15 опор. Чтобы свести к минимуму динамическое воздействие на близлежащие постройки, в работе используют современные технологии. Гарантированно никаких воздействий на строение не будет. А также не будет ударно-шумовых работ. Движению препятствовать не будет. Мы выполняем работы по строительству дублеров. Соответственно, отводим с Октябрьского проспекта дублеры, не уменьшая количество полос. Работы по переустройству инженерных стетей, устройству свай и опор путепровода завершат к концу этого года. Далее строители приступят к монтажу пролетного строения. И со второго квартала 2023 года начнут обустраивать проезжую часть путепровода. Открыть по нему движение планируют уже в конце следующего года. Строительство данного объекта позволит существенно снизить транспортные заторы на данном участке. Данный путепровод позволит обеспечить транзитное движение без светофоров, без пробок будет. На участке реконструкции параллельно продолжается строительство новой ливневой канализации, устройства пешеходных зон и укладка асфальтобетонного покрытия на боковых проездах. В конце июля этого года приступят к строительству подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Красной. Луиза Игия-Зырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. При участии первого заместителя министра ЖКХ Московской области Сергея Черепанова стартовало строительство водовода между поселками Тамилина, точка подключения микрорайон птицефабрика и водозаборным узлом номер один в поселке Октябрьский. Протяженность магистрали около 7 километров. На стройки побывала наша съемочная группа. Окраина поселка Тамилина. Строительство началось неделю назад. Работы осуществляются в рамках трехстороннего соглашения между Министерством ЖКХ Московской области, Администрацией муниципалитета и Мосводоканалом. На объекте заняты бригадой из 10 человек, 4 единицы техники, самосвал, экскаватор и кран. Подвезли первую партию труб. Прокопали траншею порядка 200 метров. Траншея вся в песке более 3 метров, глубина, поэтому все должно быть вне открепления. Экскаватор идет впереди, рабочие идут дальше, забуривают, раскрепляют, чтобы потом безопасно можно было варить трубопровод внутри уже траншеи. Протяженность первого участка водовода 800 метров от поселка Тамилина до коттеджного поселка Прерий. Проведение земляных работ осложняет песчаный грунт. Чтобы не допустить обвалов, стены траншеи фиксируют, устанавливают распорки. Мы должны точно знать, когда будет вода в Октябрьском. Май месяц. Какого года? Следующего. Вода в Октябрьском – проблема давняя. В поселке всего один водозаборный узел. Качество воды оставляет желать лучшего. Долгие годы власти округа получали жалобы жителей. Вот эти горизонты, как говорят специалисты, они истощены. И суть в том, что здесь вода, здесь много железа, ну очистка, скажем, крайне сложная и почти невозможная. Примесей много. Чуть ниже фтор, его и по сути не очистишь. Водовод обеспечит московской водой поселки Октябрьский, Мирный и строящиеся микрорайоны в поселке Тамилина. В траншею будут уложены две трубы диаметром 600 миллиметров в стальном футляре. Доступ к качественной воде получит порядка 74 тысяч человек. Финансирование осуществляют сейчас из бюджета области целиком, плюс из источников застройщиков. То есть вот этот этап, который мы сейчас начинаем строить, это 300 миллионов рублей за счет девелопера. Проект будет реализован в два этапа. От Тамилина до поселка Мирный и далее до Октябрьского. До поселка Октябрьский водовод дотянут в третьем квартале следующего года. Срок завершения всех работ – конец 2023 года. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На полигоне Торбеева завершились подготовительные работы по засыпке грунта. До начала реконструкции предприятия посетили экологи, представители правительства Московской области и жители. К ним присоединились и мы. Последний раз грузовики с твердыми коммунальными отходами заезжали на полигон Торбеева в декабре 2020 года. Сейчас на этой территории тоже можно увидеть крупногабаритные машины. Но ничего другого, кроме чистого грунта и строительного мусора, сюда больше не завозят. Строительные отходы перерабатывают в щебень, древесную щепу и полимерные материалы. Остатки вывозят на полигон Тимохова. А грунт используют для засыпки последней карты полигона Торбеева. Для его очистки используют специальную машину «Тромель». Этот аппарат просеивает до 600 кубометров грунта в час. Там огромный барабан сетчатый. Соответственно, грунт, когда проходит, он через эту сетку просеивается. А уже мусор выходит и удаляется транспортером на вывоз. Лицензию мы получили в конце мая 2021 года. Ну и, соответственно, с июня месяца начали потихоньку принимать строительные отходы. В середине июня стартуют работы по дополнительной засыпке инертным грунтом последней чаши полигона. До начала рекультивационных работ это единственный способ, который избавит жителей окрестных домов от неприятного запаха. Подготовительный период займет порядка еще двух недель. Необходимо будет проложить дорогу для того, чтобы грузовики могли заезжать на рабочую карту и подготовить спецтехнику, для того, чтобы она могла уже завозимый инертный грунт складывать в необходимые бурты и разравнивать. Мы и контролировать будем засыпку, потому что это наше здоровье, и мы должны понимать, что здесь карты засыпаются чистыми грунтами, а не мусор сыпется. И думаю, да, будет все хорошо, как только пройдет засыпка. За счет дополнительного слоя грунта количество выбрасываемого газа снизится в разы. Специалисты говорят, что жители сразу почувствуют разницу. Вся работа займет от трех до пяти месяцев. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Этим летом завершилось комплексное благоустройство пляжной зоны Кореневского карьера. За последние два года в зоне отдыха проделали большую работу, установили видеонаблюдение, сантехнический модуль, спортивные площадки и запустили прокат инвентаря для водных видов спорта. Что еще предстоит сделать, расскажем в следующем сюжете. Кореневский карьер – популярное место для летнего досуга и занятий спортом. Уже сейчас, с приходом первых теплых дней, на пляжной зоне отдыхают жители округа. А по соседству с ними работает техника. На этой территории стартовал заключительный этап благоустройства. Мы намереваемся подготовить пляжную зону в размере 2000 квадратных метров, новую волейбольную площадку, установить новые передевальные кабинки, автономный туалет душевые и, соответственно, контейнерную площадку под раздельный сбор мусора. На обновленный пляж завезут 900 кубических метров белого песка. Большая работа запланирована и вокруг него. Обустройство парковочных мест и асфальтирование дороги, ведущей к водоему. Добираться до карьера будет удобнее как водителям, так и пешеходам. Мы в этом году эту пляжную зону расширим. Здесь, конечно, должна появиться какая-то элементарная торговля, чтобы люди, которые здесь отдыхают летом, могли купить хоть стакан воды, сока, кваса или мороженое. Здесь тоже это будет. Мы планируем, в принципе, всю эту систему вывести на систему «Безопасный город». Благоустройство Кореневского карьера проходит в рамках программы Московской области формирования современной комфортной городской среды. Завершение работ намечено на середину июня. Александр Махов теперь использует дрова только для бани. А раньше ему приходилось на протяжении 30 лет отапливать целый дом поленьями и углем. Сейчас остатки топлива лежат в сарае и дровянике, напоминая о совсем недавних нуждах. На зиму 8-10 кубов. Это дров. А уголь где-то, ну, куба полтора-два. Это просто для поджога, так что для температуры, чтобы дом держался на ночь зимой. Александр давно хотел провести газ, но это было недоступно пенсионеру. По его словам, чтобы протянуть газопровод до его участка, требовалось порядка полутора миллионов рублей. Сейчас же по программе социальной газификации основные расходы на себя берут газораспределительные организации. Собственник платит только за проведение газа непосредственно на участке. Мы сразу обратились, документы отдали и в течение трёх месяцев нам провели газ. Стоимость зависит от объёма строительных работ, протяжённости, способа прокладки газопровода и от выбранного газового оборудования. Александр не стал сносить старый котёл и печь. Теперь они, словно музейные экспонаты, лишь напоминают о былых временах. Хозяин любит вспоминать, какая вкусная получалась ряженка из печи. Как в русской печи. Расслабливали, нагревалось. Всё, как ставили, как в плиту. Что варили, что щи, что молоко томили. Ну, что хочешь. Хочешь шурпу, хочешь что. С появлением газа в доме готовить любимые блюда стало проще и быстрее. А новый газовый котёл с лёгкостью отапливает всё помещение и поддерживает комфортную температуру. На данный момент по Люберецкому городскому округу подано 127 заявок на социальную газификацию, 60 договоров уже подготовлено и 27 пусков уже произведено. При соблюдении требований к помещениям, подлежащим газификацией, у заявителей не возникает проблем с проведением газа в дом. Подать заявку можно на официальном сайте mosoblgas.ru, на портале госуслуг и в офисах mosoblgas. Дмитрий Гринчев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В преддверии дня пожарной охраны Российской Федерации автопарк Люберецкого пожарного гарнизона пополнился двумя новыми автомобилями «КамАЗ». Подробнее в нашем сюжете. Нам с тобой, братишка, другой судьбы не надо, на верное в окне мы с тобою родились. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал наказ о градском благочине, явившемся важным этапом становления отечественной пожарной службы. С 1999 года День пожарной охраны Российской Федерации отмечается ежегодно. Слово пожарной, пожарные спасатели, это изначально закладывает некий риск, когда возникают проблемы, пожары, какие-то стихийные бедствия, и вы всегда приходите на помощь. Я сегодня хотел бы вас всех поздравить с вашим профессиональным праздником. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева водители 303 и 231 пожарно-спасательных частей получили ключи от двух полноприводных «КамАЗов». Также 30 пожарных отмечены благодарственными письмами и знаками отличия. Пожарно-спасательный гарнизон в Березке, во-первых, он один из самых сложных гарнизонов в плане количества пожаров, в плане застройки городской. Город Люберцы, город Дзержинский, Котельники, Латкарин очень быстро и современно развиваются. Есть и многоэтажная застройка, и промышленные предприятия, и частный сектор. В составе Люберецкого гарнизона около 350 сотрудников и 29 единиц спецтехники. 80% пожарного автопарка не старше трех лет. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В отделении челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы открылся консультативно-диагностический кабинет. В новом подразделении оказывают как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Наша съемочная группа узнала, с какими жалобами приходят пациенты к хирургам-стоматологам. Промали челюсть, двухсторонний перелом. Первый раз выставили челюсть в Астрахани неправильно. Поставили криво. Мучился долго. Девять месяцев челюсть неправильно стояла. Не покушать нормально, не поговорить. В Люберецкую областную больницу житель Дагестана Денис Половинкин попал благодаря сарафанному радио. Челюстно-лицевые хирурги устранили последствия двух неудачных операций, проведенных в другом регионе. Спустя неделю пребывания в стационаре мужчина готовится к выписке. Результат лечения налицо. Все хорошо. Отек быстро спал. Не ожидал даже, честно говоря. Качество доступности, сжатые сроки оказания медицинской помощи – главные принципы работы отделения. Теперь придерживаться их стало проще. В блоке челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы появился консультативно-диагностический кабинет. Здесь уже будет направленность именно в врач-пациент, где уже происходит координация этого пациента. Человек именно не уходит уже, так скажем, лечиться именно другую медицинскую организацию. То есть у нас сокращаются именно сроки оказания именно плановой медицинской помощи и ожидания списка листа, так скажем, на госпитализацию. Сейчас она, конечно, составляет до месяца. В планах, так скажем, это будет именно сокращено до недели. В отделении челюстно-лицевой хирургии не только оказывают своевременную и качественную помощь пациентам, но и дают путевку в профессиональную жизнь молодым врачам. На базе стационара стажируются начинающие специалисты, которые в последующем устраиваются на работу. Самые перспективные врачи, как правило, остаются здесь, в Люберцах. В Люберцах распахнул свои двери первый в Московской области маммологический центр. Пройти в нем обследование и лечение смогут женщины со всего региона. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии и узнала подробнее о работе нового медицинского центра. Здравствуйте, пожалуйста. Мы сейчас с вами будем проводить исследование молочных желез на выявление раковых образований и для профилактики молочных желез. Для Елены Максимовой это привычная ежегодная процедура. За своим здоровьем мама четверых детей следит тщательно. Сегодня ее обследовали на маммографе нового поколения. По словам пациентки, по сравнению со старым аппаратом «Небо и земля». Сама процедура абсолютно безболезненна. Это комфортно. Это старым аппаратом было, конечно, немного больнее, а с новым аппаратом все абсолютно по-другому. Безболезненность для пациентки не единственное преимущество нового маммографа. В отличие от своих предшественников, он способен выявить патологию на самых ранних этапах. К тому же это цифровой детектор – молодозовый. Кроме скрининга, это профилактическое исследование, здесь очень много новых функций, такие как биопсия молочной железы, как томосинтез, контрастирование тоже при помощи контраста молочную железу можно исследовать, дуктографию. Теперь в структуре Люберецкой областной больницы создано отдельное звено для диагностики лечения заболеваний молочной железы. На базе Центра амбулаторной онкологической помощи открылся маммологический центр. К работе готовы все – и врачи, и оборудование. Работают в Центре высококвалифицированные специалисты, мультимодальные специалисты, в том числе и онколог-гинеколог. В оснащении Центра ультразвуковой аппарат с интероперационным датчиком данное оборудование позволит диагностировать новое образование молочной железы, в том числе и брать биопсию и проводить патомпорфологическую верификацию вида опухоли. Самый глубокий смысл носит и само название – маммологический центр. Это сейчас такая стандартная процедура, которую нужно проходить нашим женщинам. Чем больше пройдет раннее обследование, тем меньше будет проблем со здоровьем. Поэтому мы призываем всех не бояться, приходить. Проходить обследование необходимо всем женщинам старше 40 лет. Попасть на процедуру можно без предварительного визита к терапевту или гинекологу. С августа в Московской области действует услуга самозаписи на маммографию. Московский областной центр охраны материнства и детства в 2022 году отметил юбилейную дату. С момента основания Люберецкого роддома прошло 50 лет. Сегодня это одно из подразделений многопрофильного медицинского комплекса, которое является передовым не только в столичном регионе, но и во всей стране. О его работе наш следующий сюжет. Ребеночек лежит головкой вниз. Анатомию мы этой малышки уже смотрели, мне все хорошо. Хороший малыш, малышом все хорошо. Новость о беременности, первое шевеление плода и первый крик ребенка. Их работа и главная миссия – сопровождать женщину во время этих важных моментов. Здоровье тех, кто дарит жизнь, находится в надежных руках сотрудников Московского областного центра охраны материнства и детства. С их помощью тысячи женщин познали радость материнства. Мне посоветовала моя гинеколога из Жуковского именно вот сюда, потому что у меня были проблемы с вынашиванием. И поэтому надо было выбрать именно что-то и поближе к городу, и чтобы отношение было хорошее, и чтобы врачи были компетентны. И если вдруг чего с ребенком, чтобы все было на месте. Врачи и медперсонал Люберецкого роддома заботятся и о том, чтобы процесс родов проходил максимально комфортно и безболезненно, используют в своей практике передовые технологии и методики. В нашем роддоме сейчас предоставляется такая услуга, как мягкие роды. Оно очень известно во всем мире. Это когда женщина рожает на кровати, на стульчике, в джакузи. Женщина более благоприятна в этом состоянии, приближена к дому, и им это очень нравится. Новые жизни появляются в этих стенах каждый день. И если рождение одних малышей проходит в срок, то в некоторых случаях врачи совершают подвиги. Спасают детей с экстремально низкой массой тела. Проводят хирургические операции в первые секунды после появления ребенка на свет. Справляются с самыми сложными патологиями. Здесь готовы помочь в любой ситуации. В основном приглашаемся на роды и появляемся в жизни ребенка, когда его жизнь что-то угрожает. Это неноношенные дети. И были дети, которые доношенные. Были дети с пороками развития, с хирургической патологией, которые были перевезены в первые-вторые сутки сразу в отделение хирургии для проведения хирургической коррекции. На базе стационарного отделения детской больницы работает единственный в регионе ожоговый центр. Здесь оказывают помощь маленьким пациентам с термической травмой и разной степени тяжести. А также проводят пластические операции, чтобы устранить последствия несчастных случаев. У нас проходит где-то за год более тысячи больных, в том числе с тяжелыми ожогами и последствиями ожоговой травмы. За год больше 300 оперативных вмешательств у нас осуществляется. В настоящий момент выполнена реконструктивная восстановительная операция на кистях рук. Мальчик перенес ее хорошо. Добиваться положительных результатов в лечении маленьких пациентов врачам помогает современное оборудование. За последние два года Московский областной центр охраны материнства и детства получил около 150 единиц медицинской техники, в том числе и тяжелой. Это аппараты КТ, МРТ, УЗИ, а также высокотехнологичное операционное оборудование. Мы получили большое количество оборудования для операционной, где оперируются детки с нейрохирургической патологией, потому что работает единственное в Московской области отделение нейрохирургии. Мы получили очень много оборудования для отделения хирургии новорожденных. Совершенно маленьким новорожденным деткам с весом от 500 грамм проводятся операции с применением самого современного оборудования. Многопрофильный медицинский комплекс, который стоит на страже самого дорогого. Его название говорит само за себя. Здесь работают для того, чтобы материнство было счастливым, а детство – здоровым. Луиза Игия, Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. За год в Люберецком роддоме появляется на свет более 4 тысяч малышей. И в практике врачей бывают уникальные случаи, когда вес ребенка превышает 5 килограммов. В 2022 году в Московском областном центре охраны материнства и детства родился очередной богатырь. С его родителями познакомилась наша съемочная группа. Вес 5,80, рост 63 сантиметра. О том, что ребенок будет таким крупным, Юлия Иванова не догадывалась. На УЗИ за две недели до родов. Врачи предупредили, что мальчик чуть больше 4 килограммов. Но новорожденный Мирон сделал всем сюрприз. Муж очень помог. Он со мной был от и до, на всех родах. Незабываемое ощущение, конечно. Но я думаю, без врачей я бы не смогла с этим справиться. Профессионалы своего дела. Спасибо им большое. Естественные роды с таким крупным ребенком – случай достаточно редкий. За год в Люберецком роддоме появляется на свет около 300 малышей весом более 4 килограммов. А таких, как Мирон – единицы. Обычно врачи прибегают к кесарево-сечению. Но молодая мама справилась сама. Благодаря природе, тому, что женщина сложена очень хорошо, этот ребеночек появился на свет самопроизвольно. Малыш абсолютно здоровым. Родился на 8-9 баллов. И с мамочкой тоже было все в процессе хорошо. Она прекрасно восстановилась и скоро уже будет выписываться. Перед выпиской счастливых родителей поздравил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. А дома супругов Ивановых и младшего брата ждет 7-летняя Настя, которая тоже появилась на свет в этом роддоме. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Московской области прошел всероссийский конкурс «Семья года». Проект направлен на поддержание многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот. За победу в региональном этапе конкурса боролась семья из городского округа Люберцы. В гостях у Давлетгореевых побывала наша съемочная группа. Эдуард и Елена Давлетгореевы в браке уже 23 года. Супруги привыкли все делать вместе и работать, и отдыхать, и даже готовить. Сегодня на обед домашние пельмени. Глава семейства отвечает за тесто, делится секретом успешного приготовления. Главное – душу туда вложить. Пока родители заняты на кухне, старшая дочь Милена ухаживает за своим мини-огородом. Девушка выращивает овощи и зелень на подоконнике. Это хобби появилось недавно. Скоро будет сбор первого урожая. Все началось с задания по окружающему миру у сестренки. Ей задали задание что-нибудь посадить. Ну, мы посадили один цветочек, а дальше все как-то само пошло. И теперь у нас растет тыква, фасоль, огурцы, помидоры разных видов. Единственный сын в семье Дмитрий – воспитанник первого московского кадетского корпуса. Дома бывает только на выходных, но даже здесь не расслабляется. Занятия спортом по расписанию и подготовка к очередной неделе, вплоть до глажки кадетской формы. Мечтает стать военным. Раньше сестра училась в кадетском корпусе. Я решил пойти тоже в кадетский корпус. Мне это понравилось. И я решил дальше продолжать. Отличается от обычной школы режимом, потому что я там с понедельника по пятницу. Отбой у нас в 10, подъем в 6.30. А это самые маленькие члены семьи. Посередине 9-летняя Виктория и ее младшие сестры-двойняшки Ярослава и Есения. Им по 7 лет. Эта страна мне только снится, но светлый лед. И на крылатой колеснице я совершу полет. Девочки занимаются в студии изобразительного искусства и в танцевальном коллективе. Одним словом, творческие личности. Сегодня в планах выходного дня совместные игры и лепка пельменей. Берем тесто, немного фарша, складываем как пирожок. Вот такой получается пельменчик. На помощь родителям вызвались все дети. В таком составе семью Давлетгореевых можно застать только в субботу, воскресенье и на праздниках. В такие дни они стараются уделить друг другу максимум внимания. А что может сплотить больше, чем совместное занятие. Потом в руки берешь, вот так снизу, и здесь закрепляешь. Получилось? Ну-ка покажи, какой у тебя пельменчик. Вот смотри, у Есени, какой красивый получился. Молодец. Иметь много детей Эдуард и Елена планировали не сразу. Сначала мечтали только о двух – мальчике и девочке. Но со временем поняли, что большая семья – это большое счастье. Семья для меня значит очень много. Я на самом деле, как женщина, довольна, что у меня столько детей. Каждый ребенок шлифует мой характер, делает меня мягче. И с каждым годом мне кажется, что мы становимся еще счастливее. Давлет-Горяевы принимают активное участие и в общественной жизни своего городского округа. В этом году они планируют представлять Люберцы на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года». Надеются на победу в номинации «Многодетная семья». Но говорят, что главное – участие. А еще важнее, что они счастливы вместе. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Подвели итоги окружного конкурса «Педагог года-2022». На этот раз в проекте приняли участие 37 учителей и воспитателей. 10 из них стали лауреатами и выступили в финале. В фойе инженерно-технологического лицея «Праздничная атмосфера». Здесь собрались участники ежегодного профессионального конкурса и те, кто пришел поддержать их. Воспитателя детского сада «Белоснежка» Светлану Новикову перед выступлением подбадривают коллеги. К финалу они готовились вместе. Если не мой дружный коллектив, не мой замечательный руководитель Оксана Витальевна, то, наверное, ничего этого праздника такого бы и не было. У меня много за плечами опыт, который я могу поделиться со своими коллегами, которым будет полезно посмотреть, оценить его. И я бы тоже научилась чему-то новому у них. Конкурс «Педагог года» состоит из нескольких частей. Финальная – самая зрелищная. В этот день участники проекта выступают перед большой публикой, показывают свои таланты во всей красе. В зале, а точнее на сцене, действительно только звезды. В таких ярких образах педагогов встретишь нечасто. Презентация каждой участницы состоит из двух частей. После творческого номера финалисты отвечают на вопрос, связанный с профессией. Жюри тем временем внимательно следит за конкурсантками. Я благодарен всем, кто в ноябре месяце принял для себя решение по идее и стать участником этого конкурса, потому что это всегда, скажу, затратно. Оно затратно душевно, морально, по времени. Вы сегодня победили и сильнейший, и лучший, но вы все тут уже победители, поэтому вы можете собой гордиться. Пять учителей и пять воспитателей, но в каждом конверте номинации только одно имя, кто будет носить гордое звание «Педагог года». Анастасия Николаевна Костякова. Для меня победа – это показатель моего уровня, моего мастерства, что я могу. Показал конкурс, какие-то скрытые таланты, новые горизонты открыл. Учитель года признана Светлана Юрьевна Костякова. Абсолютно не ожидала, потому что среди конкурсантов я не могу себя прям выделить. Все были настолько достойны, представляла свое дело. Мы с девочками сдружились, я могу сказать, что другу помогали в чем-то. Для Анастасии Ткачевой и Светланы Панфиловой конкурс пока не завершился. Теперь победители будут готовиться к следующему этапу и поборются за еще более высокое звание «Педагог года» Подмосковья. Светлана Панфилова и Анастасия Ткачева – эти имена вошли в историю люберецкого образования. Девушки стали победителями окружного конкурса «Педагог года-2022». После финала проекта наша съемочная группа встретилась с ними вновь, но на этот раз на рабочем месте. В роли учителя Светлана Панфилова представляла себя еще в раннем детстве. Мягкие игрушки были учениками, а она – строгим наставником. Любовь к этой профессии передалась по наследству. Прабабушка, бабушка, мама и даже крестная Светлана – педагоги. Без знания прошлого не может быть будущего. Поэтому девушка выбрала своим предметом историю. Всегда любила загадки. Всегда нравилось узнавать что-то новое, в чем-то копаться, разбираться, искать правду, отделять правду от мифов. Люблю факты. И когда можно о чем-то подумать, поразмышлять, даже пофилософствовать в какой-то степени. Упорство и трудолюбие привели Светлану на ежегодный проект «Педагог года». Несмотря на небольшой стаж работы – 4 года, на конкурс отправили именно ее. Молодой учитель принес к детской школе долгожданную «Победу». Эта «Победа», конечно, прежде всего Светы, но это большой труд, большая работа, большое вообще такое событие для нас, для всей школы. Подключились все. Не остались в стороне и любимые ученики. Без их поддержки, уверена Светлана Юрьевна, «Победы» бы не было. Светлана Юрьевна очень-очень добрая учитель. И она очень понятно объясняет любые темы по истории и общественному знанию. Хочется ее слушать. Вот это жилет, голова, корона, волосы и ноги. Я нарисовала вот коричневые волосы, корону, губки и реснички. Воспитанники группы «Ягодки» детского сада «53» делают рисунок на свободную тему. Клавдия и Герман изображают на белой бумаге своего воспитателя Анастасию Николаевну. Потому что она самая красивая, Анастасия Николаевна, нежная. За нами ухаживает, гуляет с нами, занимается, рисует с нами. Время, проведенное в стенах детского сада, самое лучшее. Уходя из дошкольного учреждения, Анастасия Ткачева пообещала себе, что обязательно вернется сюда во взрослой жизни, чтобы передавать детям ту любовь и заботу, которую сама получала от воспитателей. Быть воспитателем – это очень ответственная профессия. Она не терпит случайных людей, которые в нее приходят. Поэтому для меня важно быть ответственным, целеустремленным, активным, позитивным. Чтобы дети видели меня, заряжались моей энергией, видели прекрасное, необычное, в простых вещах. Анастасия Ткачева работает в детском саду всего пять лет. Но молодой педагог уже удостоен высокого звания – воспитатель года. Мы, конечно, безмерно гордимся Анастасии Николаевны. Это даст ей толчок к новым вершинам, к новым победам, к новым свершениям. Покорять новые вершины победителям конкурса «Педагог года» предстоит уже совсем скоро. В апреле состоится областной этап проекта. Светлана Панфилова и Анастасия Ткачева активно готовятся к предстоящему событию и надеются только на победу. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На стадионе инженерно-технологического лицея звезды отечественного футбола встретились с командой жителей округа. Это очередной матч летней серии проекта «Выходи во двор», реализуемый по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Легендарные футболисты поделились своим опытом с подрастающим поколением. Спортсмены провели мастер-класс и мини-игры в формате 5 на 5 с воспитанниками люберецких футбольных секций. Многие начинающие футболисты мечтают добиться в спорте таких же высот, как их кумиры. Но для этого придется много работать. Мы были такими же детьми, тоже так же мечтали, поэтому мечтать, как говорится, это очень здорово. И то, что мы с ними сейчас играем, я думаю, для них это большой стимул и большой потенциал. Поэтому и большая мотивация. Поэтому я желаю всем ребятам успехов и не бояться себя проявлять. Есть такие поля, спокойно есть доступ. Ежедневно, ежечасно есть доступ к этим полям. Поэтому нужно отсюда не выходить. Нужно всегда после тренировки сюда приходить, играть, играть и играть. Тогда будешь, станешь футболистом. Если сходить на тренировку, а потом сидеть в телефоне или в компьютере, ничего не добьешься. Вот здесь, вот только здесь можно чего-то добиться. Юные футболисты не отставали от именитых наставников. Прислушиваясь к советам, ребята продемонстрировали на поле умение маневрировать с мячом и делать обводки. Хорошая подготовка, нормально. Будут играть. У нас очень простая задача, чтобы ребята в первую очередь сыграли с нами, получили удовольствие. А мы показали какие-то маленькие приемчики футбольные. Александр Романов футболом занимается с 8 лет. А еще увлекается бегом. За его плечами десятки забегов на различные дистанции. В этом году спортсмен принял участие в легкоатлетическом проекте «Беговая лига Подмосковья». Выполняя спортивные задания и накопив наибольшее количество баллов, Александр стал победителем. Спасибо «Беговой лиге» о том, что действительно представили возможность участвовать в этом матче с легендами, с которыми я с самого детства слежу. Даже, наверное, представить себе никогда не мог, что бок о бок буду играть с Великим Тихоновым, с Великим Титовым, Ширковым. Футбольный матч в Люберцах собрал более 1500 зрителей и стал седьмой по счету игрой летней серии проекта «Выходи во двор». Очень позитивное мероприятие. Погода отличная, настроение великолепное. Микрорайон такой очень активный. Сегодня получилась достаточно такая эмоциональная, классная игра. Наш округ всегда был спортивным. Поэтому желаю всем хорошего настроения, заниматься спортом, получать кучу позитивных эмоций. Эта игра стала самой результативной в истории проекта. Болельщики увидели 15 мячей в сетках ворот. Со счетом 6-9 команда Люберчан в упорной борьбе уступила легендам футбола. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ. В Эйк-парке Красково состоялось открытие новой кольцевой установки. За первыми выступлениями спортсменов наблюдала Луиза Езарян. Пятиопорная кольцевая канатно-буксировочная дорога длиною 620 метров. Появление этой установки люберецкие вейкбордисты ждали с нетерпением. Теперь здесь можно проводить всероссийские и международные соревнования. Устанавливали мы несколько месяцев, но готовились мы к этому несколько лет. Три года мы готовились. Это профессиональная установка, любителям на ней будет тяжело, но любой любитель может стать профессионалом. Сергей Иванов как раз один из тех, кто уже перешел из разряда любителей в профессионалы. Занимается вейкбордингом уже четвертый год. Новую установку в вейк-парке юноша опробовал сразу в день открытия. Только что покатался, очень плавно и в принципе мягко она переключается. Все удобно, скорость хорошая. Сегодня мы присутствуем на открытии установки, которых не так много в России. Мы будем ждать от вас всех участников, партнеров, новых соревнований, новых людей, лиц. Мы были бы рады, если бы здесь что-то произошло на уровне федерации, на уровне каких-то видов спорта, водных видов спорта, наверное, в мировом масштабе. Но к этому надо стремиться. Открытие кольцевой установки прошло совместно с проектом Росмолодежи «Уличная классика». Это комплексная федеральная программа развития уличных культур, современных и экстремальных видов спорта, которые сегодня востребованы среди молодежи. Безусловно, мы планируем вместе со спортсменами развивать эту площадку, заниматься вместе проведением мероприятий. И мне кажется, что это очень хороший старт для развития направления водных видов спорта в нашей программе развития уличных культур. Научиться кататься на вейкборде могут все желающие. Для новичков есть специальная реверсивная установка. Также на территории вейкпарка два раза в неделю работает бесплатная детская секция. Луи Заеги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Участники ледникового периода вновь привезли в Люберце театрализованное представление. На катке в Наташинском парке выступили звезды фигурного катания. Как прошел зимний праздник, расскажут мои коллеги. Это сказка стала возможной благодаря губернаторской программе «Зима в Подмосковье». Люберчане наблюдали за новогодним представлением не только у ледовой сцены. В парке установили мультимедийные экраны с прямой трансляцией. Мы начинаем программу «Зима в Подмосковье» здесь, в Люберцах. Посмотрите, нет ни одного свободного уголка возле борта. Выступают звезды. А Михеев и Иван Букин за моей спиной. Да, идет снег. Но он как дополнительный спецэффект добавляет всему этому еще больше праздничных. Театрализованное представление прошло на всесезонном катке и не оставило никого равнодушным. Прекрасно, прекрасно. Все нравится. Спасибо за праздник. Сказочную атмосферу создавали и падавшие с неба большие хлопья снега. Погода радовала и зрителей, и артистов. Хочется кататься и кататься и кататься. Ну, конечно, да. И действительно, вот этот снег создает какую-то невероятную атмосферу Нового года, которая, может быть, еще и не так уж, чтобы сильно появилась, но когда выходишь на лед, когда идет снежочек, когда горят огонечки, ну все. Огонечки, ты имеешь на глаза зрителей, когда горят. Я имею на глаза зрителей, конечно, и Регинина тоже. И, конечно, начинаешь верить, как будто бы это волшебство, оно вообще вокруг нас. Новогодний подарок организаторы ледникового периода приводят в Люберцы второй год и обязательно еще приедут с новым представлением. Хорошая погода в доме, тепла, здоровья. И веры во все самое лучшее и светлое. Желаю встретить этот Новый год всем в кругу своих семей, в кругу близких. Берегите друг друга. Будьте счастливы, здоровы, гармоничны. И пусть в вашем доме будет очень тепло, так же, как и в ваших сердцах. С Новым годом, с наступающим. Спасибо. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте лрт.тв или в социальных сетях. С Новым годом! С Новым годом!